это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер сделано в россии made in russia что вы думаете что чувствуете когда видите подобную маркировку какие ваши эмоции ведь столь усердно нас убеждали в том что русские способны только потреблять но не придумывать изобретать страна бензоколонка они обозвали нас так а все изобретения приписали западу ну и немножечко китаю а вот сегодня друзья товарищи мы развеем этот миф поводом для данной беседы послужила дата 7 мая это день радио именно 7 мая 1895 года александр степанович попов на заседание русского физико-химического общества продемонстрировал прибор для показывания колебаний в атмосферном электричестве проще говоря гроза отмечек собственно так началась история радио к слову важную роль тут играет мой родной севастополь я к слову еще и радиоинженер по образованию вот так то друзья почему севастополь вот смотрите не случайно один из районов города героя носит название радио горка а на матросском бульваре легендарном матросском бульваре есть памятный знак в честь столетия со дня изобретения радио а почему так да ведь именно в севастополе александр степанович попов испытал первые корабельные радиостанции первую береговую радиостанцию испытайте что называется гордость однако мир подсуетился и назначил в качестве изобретателя первого открывателя другого человека итальянца гульельма маркони сложный имя конечно в общем один думал о вселенском благе а другой запатентовал направленную связь собственно так друзья произошло не только с изобретением радио но и со многими многими другими открытиями после чего на западе потрясая этими самыми патентами заявили возопили а что эти русские вообще создать могут так действительно что давайте друзья ответить ты чьих будешь вы меня извините товарищ артист на что такое чьих конечно на ум сразу же приходят знаковые имена ну например дмитрий менделеев и его химическая таблица иван павлов и его наука высшей нервной деятельности а сколько открытий сделал великий русский хирург николай иванович пирогов чья судьба кстати тоже связано с севастополем вообще вся военная хирургия по сути это детище пирогова и он же вел такую штуку как сортировка раненых которая спасла многие многие жизнь севастополя раз уж я сказал об этом пирогов не только оперировал но и боролся с чиновничьим произволом читал курс лекций учил коллег именно друзья пирогову принадлежит знаковая фраза не медицина а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны сколь актуальные слова не правда ли или вот еще из осажденного севастополя пирогов пишет жене тому у кого не остыло еще сердце для высокого и святого нельзя смотреть на все что делается вокруг нас смотреть односторонним эгоистическим взглядом вот она русская душа и русское сострадание тогда же во время крымской войны появились к слову и первые сестры милосердия наши русские девушки а в севастополе опять же я снова севастополе имя николая ивановича пирогова соседствует с другим великим именем тоже открывателям эдуардом тотлебин этот выдающийся военный инженер по сути перевернул представление о фортификационных сооружениях и создал ну опять же по сути новое оборонительное искусство но это общеизвестные имена а кто же еще внес великую русскую лепту в благоустройство мир как говорил покойный михаил задорнов я вас очень прошу прочувствуйте следующую часть фразы вас охватит чувство гордости за наш народ а теперь собственно примеры ну начнем ледокол изобретен в нашем с вами отечестве в 1864 году им стал буксирный пароход первым ледоколом пайлот кстати самый большой ледокол в мире тоже создан у нас в россии 2013 году и носит гордо имя арктика трамвай впервые тоже придумали в россии его автор фёдор пероцкий но правда отправился он из другой страны смысле трамвай военное дело пожалуйста тут у нас масса достижений например миномет гобята маска с угольным фильтром зелинского торпедов александровского автомат калашникова все это русские детище ну и самое быстрое оружие в мире прямо сейчас мажайский создал и испытал первый натурный самолет а сикорский создал первый серийный вертолет в общем друзья масса достижений продолжаем для медицины революционными стали не только труды пирогова но и к примеру аппарат элизарова незаменимы для лечения переломов знаменитая мазь вишневского труды владимира демихова стали основой высокотехнологичной медицины в области внимания трансплантологии и он же демиха в первом мире пересадил легкие в общем и многое много другое для производства россия тоже сыграла ключевую роль но смотрите сварка сварка как таковая под флюсом подводные многое другая придуманной полностью в россии у нас же создали пожарную пену ну казалось бы обыденная вещь сегодня но представьте как обходились без нее раньше и каким трагедиям это приводило так называемая орловская печать которая используется сейчас при производстве практики при печати практически всех денежных купюр тоже придумано в россии ранцевый парашют центробежный вентилятор турбобурение все это сделано в россии я могу на самом деле продолжать этот список долго очень долго вообще бесконечно могу продолжать даже районирование вот так на вскидку сельскохозяйственных культур без которого не растет ничего тоже наших талантливых рук делом поэтому когда кто-то по глупости или там сознательно deep по диверсии заявит что россия ничего не создавала что россия вообще только потребляет но для начала посмотрите на него так себе вот презрительно а после приведите пару-тройку примеров я их перечислил выше для вот я родину вот другой вопрос что многие из наших изобретений выдаются за достижение чужие или когда открытие или изобретение совершается нашим человеком но за пределами за границами россии пожалуй самый показательный пример тут то что отец телевидения владимир зворыкин большую часть своих изобретений сделал в сша куда уехал после революции 1917 года первый видеомагнитофон также создала мигрант александр понятов вообще конечно отношение к изобретателям к ученым в нашей стране она тоже всегда знаете ли было неоднозначно но вот смотрите например когда-то мы создали нестерильные гибриды и в принципе могли доминировать в такой науке как генетика однако что произошло в 1948 году если не ошибаюсь наука это было объявлено реакционно и буржуазной по сути было прикрыт чему друзья я это все вам с такой радостью говорю во первых тому что важно помнить нам есть чем гордиться и вот разговоры из серии россия ничего не дала миру это гнусные инсинуации россия это на самом деле страна великих изобретений больших талантов а во-вторых я вспоминаю обо всех этих достижениях об открытиях новшествах изобретения чтобы из прошлого славного и местами не очень славного прошлого мы сделали правильные выводы ведь смотрите друзья как и раньше многие наши таланты покидают родину до российские школьники студенты занимают первые места на международных олимпиадах и конкурсах все пьедесталы российские выигрывают соревнования вроде world skills так называемую олимпиаду для рабочих рук презентуют лучшие в мире научные проекты но в полной мере они реализуются отнюдь не на родине или вот вспомните мне кажется будет очень уместно великое произведение русского гения прозеванного гения как его называли недооцененного николая лискова левша ну кто-то воспринимает его даже чуть ли не в комедийном ключе мол левша облаху подковал ха-ха-ха а ведь это друзья произведение в первую очередь трагическое и предельно актуально о чем левша лискова да этот текст о том что родине такие как левша такие таланты очень часто оказываются не нужны это произведение они востребованности талантов в россии а еще о том что простые мужики озабочены судьбой отечества намного больше чем самые высокопоставленные министры теперь скажите мне друзья что с тех пор изменилось ценит и государство таланты находит ли применение им на родине а ведь согласитесь определенно стоило бы находить особенно сейчас в это сложное переломное время знаете когда противостояние идет на всех уровнях на первый план выходит интеллектуальное сражение и тот кто выиграет эту битву битву умов тот победит и в глобальной и в локальной войне и знаете во все времена трудные времена особенно россии приходили на помощь ее таланты то есть совершались важнейшие открытия изобретения тем мы на самом деле спасались вот и сейчас друзья на нем необходимы крайне необходимы новые идеи свежие мысль оригинальные ходы революционные подходы только так мы сможем победить в этой битве на выживание пожалуй если уж так откровенно говорить это последний шанс обновить то что давно требовало обновление так что друзья время обратиться внутрь себя и найти новые решения обратиться и каждому человеку прежде всего государству в целом это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви терпения и новых открытий друзьям а и и Продолжение следует...